Шам! Марш! Эти дворняги и их новые хозяева в строю ни свет ни заря. Идёт бесплатная тренировка у мохнатых непосед. Такую акцию работники предприятия «Фауна города» решили провести совместно с Белорусским спортивным кинологическим объединением. Опытный кинолог Евгений Кобец на практике объясняет, как правильно воспитывать и дрессировать животных. Людям с дворняжками им податься некуда и где себя реализовать. Те, кто берёт собаку с фауни города, то есть они получают сертификат бесплатный, то есть полгода они ходят и учатся бесплатно. Это группа первичной тренировки собак, где люди приходят с собаками, готовятся для определённого норматива. Этот норматив называется «Управляемая городская собака» и также этот норматив входит в кинологический спорт. Впереди ставятся кинологи, ну скажем, хозяева с собаками более сильными, а взади с более слабыми. Идёт метод подражания. Для псов эти курсы своего рода собачья школа хороших манер, в которой родословная не имеет никакого значения. Воспитание является очень важным требованием в содержании животного, и каждый владелец желает, чтобы его собака выросла доброй и покладистой. Да и жизнь дрессированного пса куда безопаснее и интереснее. Безусловно, воспитание взрослой собаки, да ещё переживший стресс, гораздо сложнее, нежели, скажем, щенка из питомника. Однако в тандеме с опытным инструктором можно и старую собаку научить новым фокусам. Взрослая собака, она уже имеет какой-то жизненный опыт. И, как правило, негативный жизненный опыт, который приходится потом ломать. И время подготовки собаки увеличивается. Как правило, в воспитании собаки всегда ошибки делают люди, не собаки. Мы учим не только собакам, но учим их хозяевам, как правильно подать команду, когда надо повысить голос, когда нужно, наоборот, дать лакомство. Среди этих курсантов есть и титулованные бойцы. Знакомьтесь, пушистый двухлетний метис по кличке Дина – неоднократный чемпион Белоруссии по кинологическому спорту. С удовольствием демонстрирует на камеру мастерство послушания. Сидеть. Да ладно. А Белочку? А вот такая Белочка. С передержки мы его взяли. Очень остро стал вопрос о его воспитании. Удачно мы попали к Евгению Валерьевичу на занятия. Входим уже два года на эти занятия. Сначала получили диплом просто управляемой собаки, потом участвовали в соревнованиях. А вот трехлетний лабрадор Арчи в этой группе – новичок. Сообразительный и дисциплинированный пёс, но немного трусливый, ещё не освоился. На Буме он первый раз, да, сегодня был. Ну, ему страшно было, конечно. Не хотел идти, упирался. Но потом как бы неплохо даже заходил и сам. Планирую ходить, ему тут понравилось, всё равно учиться надо. Вот он отвлекается на других каких-то собак. Нужно постигать, чтобы он был послушным и было с ним комфортно. Если, глядя на эти милые мордочки, вы загорелись желанием подарить новую жизнь хвостатому существу, как это сделали герои нашего сюжета, тогда следующие советы специалиста будут для вас кстати. Та собака, которая как бы к вам пойдёт, и душа, которая лежит, та и ваша собака. Потом идёт первый контакт. Во-первых, нельзя показывать, что вы боитесь этой собаки. С любой собакой надо себя вести уверенно. С первого дня идёт воспитание. Должны быть различные правила соблюдаться. Хозяин всегда прав. То, что собака делает правильно, всегда должно поощряться. Всегда должно поощряться. А если собака делает что-то неправильно, это должно наказываться. И помните, приютские собаки деликатны, отзывчивы, дома порой незаметны, но всегда бесконечно благодарны. И они нуждаются в нашей заботе и любви. Мария Круна, Михаил Потягов. Утро-студия. Хорошего настроения.